Мы с вами остановились на селезенке. Селезенку мы разобрали. Следующий звук – поджелудочная железа. Страх на уровне инстинкта самосохранения, на уровне выживания. Психологическая причина. То есть именно страх как чувство, а не как стресс. Это обычно страх потери человека. Страх потери ребенка человека. Страх потери самостоятельности. Страх потери здоровья, обеспечения. Объективный реальный страх. Официант А. Звук для поджелудочной железы. Соответственно, работаем сначала со звуком Ка-Оль. Шестой грудной позвонок. Также солнечное сплетение Ора. Если есть необходимость. А потом уже с поджелудочной железой, как обычно. Шесть пропиваний, три-четыре раза в день. Звук БРРА. Печень и желудочный пузырь. На психологическом уровне проблемы с печенью, это когда у меня что-то сидит в печенках. То есть я нахожусь в обстоятельствах, которые... А? Я нахожусь в обстоятельствах, которые меня достали. Мне это надоело. Я на них злюсь. И все равно там нахожусь. А желчный пузырь – это желчность. Это состояние, когда я все время недоволен. Вот знаете, здесь желчные люди. Могло бы быть получше, а но все никак. Конечно. Как это происходит? Да. В countries это происходит. В связи с теми. Виски будут сливки. У, человек. Виски будут сливки. Боже мой. Виски будут сливки. У, человек. Да. Виски будут сливки. Хороший шум Для гостей все равно Неплохо Бодит плохо Бодит плохо Окей Так Следующий звук А Как это лечится на физическом уровне? Грудной отдел позвоночника То есть звук А Звук Кау Звук Ора При необходимости То есть мы проверяем эти позвонки Если они не на месте То мы сначала их управляем А потом поем Соответственно звук для желчного пузыря И для печени Если позвонки на месте То нет необходимости Петь все вот эти предыдущие звуки Очень важно, чтобы вы поняли алгоритм Алгоритм очень простой Внутренние органы Внутренние органы связаны с позвоночником Если проблема во внутреннем органе Сначала проверяем позвонок Может быть он уже встал на месте Может у него уже все хорошо Просто проблема пока еще не вылечилась Она в процессе Если позвонок на месте Его не надо править еще раз А если не на месте Тогда вправляем Угу Есть вопросы по этому пункту? Хорошо Что если у него нету? Это в пузыря? Значит нету Можете петь только для печени Хотите его вырастить? Тогда попойте Попойте сначала для селезенок Потом для пузыря вырастет Так Следующий звук Это звук для кишечника На психологическом уровне Проблема кишечника Это постоянная компания Копания Назовем это вежливо Это самоанализ Избыточная склонность К самоанализу Назовем невежливо Копание в собственном Собственных кишках К сожалению Современная экзальтерика Курсы по экзальтерике Не экзотерике А именно экзальтерике От слова экзальтированность Они почему-то упорно учат Бесконечному самоанализу Как вы думаете Если вы едете Скажем На красивую прогулку В каком-то красивом Приятном транспорте Например на лодочке Плывете И сидите вот так Вы получите удовольствие от прогулки? Почему вы сидите так? Потому что вы анализируете Качество пейзажа Вы один раз увидели кусочек пейзажа Сели и анализируете Удовольствие от прогулки Вы не получите То же самое С бесконечным самоанализом На самом деле Когда мы делаем глупость Мы это понимаем сразу Нам не надо заниматься Постоянным самоанализом Чтобы выяснить Чего мы сморозили эту глупость Правда? Или нет? Что правда? Что там дальше анализировать? Мы изучаем ваши детские травмы Ребята, это было 40 лет тому назад Вы че? Зачем вам детские травмы? У вас было 40 лет на то Чтобы это все исправить И еще один день сейчас Чтобы продолжать это исправлять Что там раскапывать? Чему? Я не знаю, чему там В общем-то эти курсы Ты говоришь Чем ты занимаешься? Самопознанием.ру Что ты там познаешь? Анатомию изучи Будете самопознанием Опять же Я вам не права Я еще не встретила Ни одного человека Кто смог бы мне внятно Объяснить Необходимость И пользу И даже сам процесс Самоанализ Вот если мне сейчас кто-то объяснит Очень больно Очень неприятно Потом у них сплошные запоры по носу Болезнь Крона Что они так делают внутри себя? Я честно не знаю Правда? Что такое самоанализ? Это ментализация Или как это? Не знаю Что? Монетизация знаю Монетизацию не знаю Объясните Ну, ментально Мы все это делаем Скажите Положен Маслеформу Пытаемся поймать Так Мы для того, чтобы поймать Маслеформу Есть холодинамика Поймал Круто Дальше что? Отпустить Ты зачем Ты ее ломил? Нет, чтобы Не опознаешь И введите мне пример Вот это все Ну, например Полтора года Вот Очень большая собака Лаяла на тебя Испугался Но так испугался Что забил Все А вот есть какая-то Это травма И она там светит И все И нужно его Опознать И вот так отпустить Увидеть Верить И отпустить Каким способом Самоанализа Ну, это не самоанализ Конечно, не самоанализ То, о чем я и говорю А самоанализ Это значит Выясните Какой у вас знак Зодиака И соответственно Какие свойства Характера У вас есть от рождения Что приобретенное И пользуйтесь Этим Правильно Выясните Выясните Кто вы По темпераменту Холерик Санвилик Фрегматик И меланхолик И если вы Фрегматик То перестаньте Гнобить себя За то Что вы все Делаете медленно Как в том Анекдоте Что, я уже спрошу Нет, но теперь Я этим горжусь Да? Если вы Не знаю Вата Значит Перестаньте Пугаться Того Что вы Просыпаетесь С утра Серцебиением Окей Нечего Было На ночь Хрустики Кушать Вот это Действительно Изучи себя Узнай Особенности Своего организма Особенности Своего Психотипа И пользуйся С собой Правильно Это Быстро Делается Есть Замечательная Вещь Под названием Human Design Или Дизайн Человека Замечательная Жутко Научная Штука Как бы Но Если туда Влезть Очень хорошо Помогает Раз и навсегда Познать себя И больше Этим Не заниматься То есть Правильное Опознание Себя Это Получение Инструкций К правильному Использованию Себя В разных Ситуациях А? А вы Генералу В общем я тот Которого больше всего Пошли дальше Значит Кишками Что мы делаем Для кишечника Желательно проверить Поясничный отдел И поправить Мы помним Что поясничный отдел Мы поправляем Не звуком А Либо Вправляем На место Копчик Вправляем Грудной отдел Визуализациями Афирмациями Идем Спать на жесткое Либо Либо Продавливаем Вот те Волшебные Точки Которые Мы Помните Рисовали На молодом Человеке И от этого Вправляются Грудные Позвонки Ну Самому себе Эти точки Продавить Немножко Сложновато Можно Попросить Или Просто Сделать Расслабить Грудной отдел И пойти Спать На жесткое Соответственно После того Что поправили Поясницу Работаем С кишечником Звуки 26 27 Грудной Ай И ой Для Груди Женской Естественно Сначала Работали С грудным отделом То есть Звук А Со всеми Обидками Обиды Обида Пойной А потом Уже Ай И ой Кстати При маститах Удивительное Действие Совершенно Поправили Грудной Отдел Разобрались С мозгами Потому что Обычно Обиделись На свекровь Что она Чуть не так Сказала На мужем Попели Звук До Груди Сразу Прямо Сразу Температура Падает Краснота Сходит Грудь Становится Мягкой Удивительное Так Значит 28 Обида Обида Знаете Когда Мне Жалуются Девушки Что Свекровь Влезла И Пытается Воспитывать Моего Ребенка И все Делает Естественно Не так Если я спрашиваю Скажи пожалуйста А свекровь Это чья мама Мама Мужа Твой муж Наверное Полный Идет Ты что Он самый лучший Человек На свете А кто Его воспитывал А Мама Которая Свекровь Которая Все делает Не так Воспитывая Моего Ребенка Упс Можно Задуматься Ок Значит Звуки 28-29 Йохари И Оха Это Половые органы Мужские И женские На физическом уровне Все просто Проверяем Копчик И поясничный отдел То есть Тень дня И Работа С поясницей Потом Поем Вот эти Звуки Соответственно На Психологическом Все Проблемы У женщин В этой Области Связаны С двумя Обещаем Если Это Девочки До Начала Половой Жизни Это Проблемы Отношений С мамой Если После Начала Половой Жизни Проблемы Отношений С Противоположным Пором Или С Сексуальным Партнером Даже Если Партнер Того же Пола Что И Ты А У мальчиков Психологическая Причина Очень Простая Ущемленное Мужское Достойство Надо пояснять Что это значит Это всем понятно Всем понятно А Достойство Объясню Объясню Или Или Женщина В постели Или Сосед Который Оттяпал У меня Усок Земли И я С ним Судился И Любым Способом Мужчину Мужчина Унизили Мужчина 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 Знаете Когда Когда Чувствуешь Себя Беспомощной Маленькой Собачкой Как бы Это так Сформулировать Ну да Пожалуй Беспомощность Беспомощность Проблема Мечевого Пузыря На психологическом Уровне Это Беспомощность Но Это Также Естественно Может быть Связано С чисто Физическими Проблемами Забитый Копчик Или Следствием Проблем В почках Поэтому Когда Работаем С мочевым Пузырем Проверяем Копчик Проверяем Почки Если у нас Все с ними В порядке То соответственно Окей Если нет Сначала Работаем С почками Потом С мочевым Пузырем Соответственно Звук Каун Шестой Грудной Позвонок Страха Но Тень Это Больше Именно В состоянии Успуганной Маленькой Беспомощной Собачки Которая Поджимает Хвостик Потому что Очень страшно Так Звуки Для глаз И для ушей 34 35 36 37 Успели написать Прамочевой пузырь Да? Опа Опа Рау Рау Роу Роу Это звуки Которые Относятся К тому Что у нас На голове Соответственно Глаза бы мои Не смотрели Уши бы мои Не слышали На психологическом уровне Не хочу Не хочу Не хочу что-то Видеть Не хочу Что-то Слышать Соответственно Проверяем Грудной отдел Шейный отдел И атлант То есть звук А Звук Сау Звук Тан Звук Ау А Сау Тан Ау И потом Работаем С глазами И с ушами Но в первую очередь Конечно Ищем психологическую причину А Сау А Сау Тан Ау Так Ну мы с вами Вроде бы Все Прошли Да? Ничего не забыли Подтяжка Лицами Понятно Что Пить Чем больше Тем лучше То же самое Для волос Звук Пить Чем больше Тем лучше И будет нам счастье Зубы А Да Зубы Это не только зубы Это в принципе Родовая полость То есть И десны В том числе Соответственно Работаем С грудным отделом Это Всегда номер Три Злость и взражение Когда я От злости Скрижищу Зубами Когда я Во что-то Зубами Вцепился Я не хочу Отпустить Когда я Делаю что-то Стисну Зубы То есть Во что бы то Не стало Кстати Кровь из носа Относится К той же ситуации Когда человек Чувствует Что он обязан Что-то сделать Вот он не просто Делает По что бы то Не стало Надо Живот С постоянным Чувством Долго На плечах Вот тогда Работаем С грудным отделом Позвоночника Звук А И потом Соответственно Звук Для Рта Ну вот Мы с вами Героически Все прошли Значит Я хочу Подытожить Алгоритм Лечения Звуком Первое Мы начинаем С того Что проверяем Копчик И атлант Всегда Если вы знаете Что вы себе Уже атлант Поставили То соответственно Не надо его ставить Еще раз Ну проверьте Можно вдруг У вас Была какая-то ситуация От которой у вас Голова срочно Пошла кругом И атлант Сместился Знаете Да Когда Не знаю За что хвататься Может быть Проверяем Копчик И атлант Мы помним Что прежде чем Ставить атлант На место Нужно проверить Шейные позвонки И Загревок После того Что поправили Копчик И атлант Можно работать Со всем остальным Позвоночником Где бы Что бы там Не болело С этого Всегда Надо начинать Если вы делаете Для кого-то Другого Процедуру Если вы делаете Для себя То соответственно Вы уже знаете Копчик на месте Атлант на месте Можно работать Непосредственно С органом Просто Соответственно Пример Ну скажем Вдруг Ни с того Ни с сего На ровном месте Начинает болеть Рука Скажем Право Что мы делаем В первую очередь Грудной отдел Так На физическом уровне Проверяем Грудной отдел Какие звуки А А Так Еще что может быть Кроме грудного отдела Там еще есть Такие волшебные точечки Да Правильно Звук кровопускания Может быть Понадобится Да А Угу И чтобы Селять напряжение Правильно И потом Звук для руки Куда кладем руку Когда поем Кому-то Сюда Туда Туда Где Просто Окей Сейчас у нас Часть дня Тихо Отключайся